В Рыбнице продолжают принимать и размещать беженцев, прибывающих из разных городов Украины. Накануне спорткомплекс «Юбилейный» принимал очередных гостей. Юлия с ребенком приехали в Рыбницу из Одессы. Добирались тяжело, 12 километров, шли пешком до границы. Там встретили и помогли волонтеры. Все ради ребенка, чтобы спасти жизнь ребенку. Осталась семья, муж, все родные мужа, все остались в Одессе. И мои родные остались в Киевской области. Я очень-очень благодарна народу и Молдове, и Приднестровье. Все очень окружили заботой сразу же и начали помогать. Всех, кто попадает в центр для размещения беженцев, стараются накормить, обогреть и обеспечить предметами первой необходимости. В комнатах кровати, тумбочки, все как обычно в общежитиях гостиничного типа. Люди пока обеспечены всем, благодаря госадминистрации организовано питание, питаются в школе, трехразовое питание. И если что-то людям надо, мы их записываем и предоставляем. Получили мы холодильники, телевизоры, микроволновые печи. Игровая комната у нас детская есть, вот детки, чтобы маленькие играли. Любые условия на самом деле лучше, чем ждать в напряжении, когда будет очередной взрыв, когда будет очередная сирена воздушной тревоги. И думать, что будет в следующий момент, даже если этих сигналов нет. У меня есть знакомые, которые тоже помогают, за что я очень благодарна. Но я люблю свою родину и хочу вернуться в Украину, и чтобы она была такой же, как и раньше. Спорткомплекс юбилейный рассчитан на 60 мест. На сегодняшний день здесь 13 взрослых и 17 детей. Среди заселившихся и две подруги, Марина и Настя, которые также приехали из Одессы со своими детьми. Мы до последнего надеялись, что это какая-то игра, что политики немного попугают, порешают свои вопросы, и мы продолжим жить дальше. Но когда мы поняли, что события будут развиваться намного хуже, мы схватили все, что только можно было. Мы схватили детей и пошли туда, куда мы могли пойти. Марина и Настя долгое время не общались. Их сблизило бедам, помирились в пути, который был нелегким. Но везде, как отмечают девушки, им встречались добрые, неравнодушные люди, которые вселяют веру в лучшее. Мы благодарны девушке Виктории, которая осталась сейчас без мужа, одна с ребенком. И она помогает людям, взя их на границу. Она помогла нам добраться до Паланки. Оттуда мы были вынуждены идти пешком. Я хочу обратиться ко всем людям, пожалуйста, кто слышит меня, меняйтесь, открывайтесь, говорите друг другу, что вы думаете. Не сердитесь, просто общайтесь. Ведь все, что мы сейчас прошли, помогло нам помириться. Да, реально. Помогло нам помириться, помогло нам... Мы не общались. Да, мы не общались. Мы не общались достаточно долгое время. Не могли. Ну вот что-то мешало. Какая-то злость, непонимание. А на самом деле, как мы поняли по дороге в Молдавию, всего лишь нужно было высказаться. Просто сказать друг другу что-то. Мы в шоке были от доброты, от отношения к нам. Так что спасибо вам. Вы возвращаете нас к жизни. Мне хотелось пожать каждому руку, каждому сказать спасибо. Я могу сейчас сказать спасибо, что вы возвращаете мне веру в людей. С 25 февраля по 7 марта в поисках временного приюта на территорию Приднестровья прибыли порядка 6 тысяч человек из Украины. Здесь останавливаются у знакомых, родственников, друзей. У кого в Приднестровье нет никого, размещают в центрах для беженцев, которые действуют в Тирасполе, Днестровске, Дубосарах, Рыбнице и Каменке. Их размещением и последующими вопросами занимаются Госадминистрация и Штаб гражданской защиты. Иногда помощь требуется и тем беженцам, которые останавливаются у родственников или снимают жилье сами. Ни одна просьба не остается без внимания. За помощью в размещении в Рыбнице обратились 86 человек. Их разместили в профилакторе «Металлур» и спорткомплексе «Юбилейный». Здесь у многих из них никого из близких нет, но они чувствуют себя в безопасности. А это главное.